машины для кошения травы мульчер с цеповой декарь здесь рычагов да колоссально больше и так поле есть трава есть я правильно понимаю что после этих не должно остаться ничего вообще ничего друзья всем привет это канал мастер форум с вами тестовая команда потребитель мы продолжаем нашу серию публикации про машины для кошения травы и сегодня у нас серия посвящена в основном машинам которые траву не просто скашивают но еще и превращают в труху с нами вадим стрижов компания юнисор эксперт по всем этим машинам и так погнали сегодня мы сравниваем его как обычно опять же с бензокосой потому что бензокоса это то что знают все все любят и работают бензокосами мы попробуем показать и в теории в работе альтернативу ту альтернативу которая скашивает измельчает и в общем оставляет после себя не совсем выжженное пространство но близко к тому вадим ну давай рассказывай что за шайтан машины ты сегодня пригнал что это ну если кратко в нескольких словах у нас здесь представлены две модели эта модель кайман ролла 70 кайман ролла 390 эти оба машины именно объединены общей концепции то что это не обычные простые роторные мульчеры которые с роторной декой они именно мульчера с цеповой декой то есть это про здесь фактически стоит вал с множеством ножей который измельчает и крошит в принципе любую высокую растительность и даже милые низкие деревья это в принципе концепция она пришла с больших машин то есть это уменьшенная версия то что ставится обычно на крупные трактора которые работают при расчистке полей от какой-то там большие объемы растительности но это опять же в компактном формате для коммунальщиков или частных именно принципе клиентов которым надо расчистить какие-то большие объемы травы двигатель здесь стоит здесь стоит двигатель honda gx 270 действий двигатель кайман green engine 390 20 объемом исходя из названия 392 кубических сантиметров на кайман ролла 70 мощность двигателя 5 и 5 лошадиных сил на кайман roll 390 двигатель 9 лошадиных сил но он сам по себе здесь отличается они как бы немножко разные именно по выполнению объема работ то есть сама по себе именно roll 390 так как у нее стоит более мощный двигатель она именно для более больших площадей но они обе хорошо работает именно при кашине высокой травы что мы в принципе потестируем скоро в полях расскажи в чем разница по управлению потому что я ее вижу она просто колоссальная там рычагов в разы явно больше чем здесь в чем отличие но они немножко разные опять же как я сказал ним ручки да то есть здесь коробка стоит двумя передачами вперед 1 назад из как на ваших мотоблоках смысле да да как на мотоблоках варю здесь так и кидает такая же коробка по управлению здесь принципе стандартно два рычага один отвечает за движение вперед другой за включение деньги областные жены предохранительными именно механизмами включения чтоб случайно человек не мог ее включить прислонившись на нее даже клемма здесь сделано в двух положениях чтоб человек не перепутал в какую сторону выключить двигатель случае какой вот именно чрезвычайно куда бы не ткнул и всегда попадется да да здесь фиксатор снимается и регулируется высота кошения от двадцати до семидесяти пяти миллиметров примерно здесь рычагов до колоссально больше но они опять же сделано с расчетом на того чтобы человек работает в тяжелых условиях у него должно быть максимально удобство что здесь есть регулировка как по высоте так и по вылету влево вправо что можно было спокойно идти с косилкой рядом и составлять ее компании пока она за тебя делают работу опять же здесь есть главный предохранительный рычаг когда включаешь трансмиссию он фиксирует вы едете вперед отдельный рычаг для регулировки скорости здесь беступенчатый регулировка скоростей от примерно двух километров в час до 3 8 километров в час то есть она достаточно быстрая но опять же на быстрой скорости удобно мульти и транспортировать ну и косить какую-то опять же низкорослую но густую траву то есть можно зависеть от условий и быстренько адаптировать рычаг переключения вперед назад и опять же рычаг который включает к сильную деку когда надо остановить работы вы отпускаете рычаг главный красный предохранительный он сбрасывает у вас как деку так и трансмиссию то есть это безопасно регулировка высоты здесь делается с помощью отдельного рычага то есть здесь такая модная регулировка от 0 до 95 миллиметров и так как машина подразумевает работа именно в коммерческом секторе то есть у нее здесь есть отдельный индикатор уклона он позволяет оператору непосредственно контролировать на каком безопасном склоне вы работаете это сделано прежде всего для двух вещей во первых чтобы не повредить двигателя во вторых чтобы не опрокинуть машину речь именно об угловом склоне до 20 градусов здесь стоит на этой машине специальный трехступенчатый воздушный фильтр подачи воздуха двигателя он состоит из трех элементов первый это циклонный фильтр который задерживает крупные частицы промежуточный фильтрующий и бумажный элемент который задержит более мелких частиц и совсем мелкую взвесь задерживает именно масляная ванна это сделано для того чтобы машина могла работать в особо запыленных условиях при кошении сухостоя или кошение растительности вдоль дорог где на которой накапливается дорожная пыль механизм запуска стартер здесь также защищен дополнительная решетка которая не позволяет различным волокнистым элементам травы попадательный механизм стартер и соответственно мешать его работе машина также предусмотрен отдельно сервисная опора то есть если надо смотреть ножи в полевых условиях не надо какой-то камень там и смотри можете осмотреть что произошло с ножами или заменить их или вытащить смотря что туда намоталось может какой-нибудь кусок арматуры или проволока намоталась то есть машина сделана максимально комфортное удобство но колеса на них обоих рояльные чтобы не мешали повороту они по сути выполняют именно опорную функцию но дополнительно народа 390 их можно зафиксировать чтобы допустим когда машина двигается прямо чтобы она жесткая еще более двигалась прямо курки для ли поворота влево и вправо ты здесь ты такая трансмиссия очень хитрая который позволяет она блокирует левое или правое колесо и позволяет косилки разворачиваться как танку влево вправо на rolla 70 здесь стоит псевдо дифференциал в принципе как на снегоуборщиков когда он совершает три четверти оборота и позволяет оператору поворачивать влево вправо по поводу углов наклона здесь максимум 12 процентов уклона допустимо именно и третий участник нашего теста это уже знакомая зрителям бензокоса кайман в x50 она не мульчирует срезанную траву но она срезает все в принципе с ножом катана срезает траву мягкую жесткую любую срезает кусты то есть поэтому мы ее берем в сравнение сран так бензокосой привыкли работать все и наша идея в том чтобы показать что есть машины более производительные пусть специализированные которые не работают во всех условиях как бензокоса с более узкой специализации но с более высокой производительностью и сейчас мы попробуем оценить насколько выше производительностью машин ролла по сравнению с хорошей бензокосой погнали итак поле есть трава есть трава высокая 2 цеповые трава косилки ролла и бензокоса в x50 вот сейчас и посмотрим как они косят насколько быстро они косят и что остается после них я правильно понимаю что после этих не должно остаться ничего вообще ничего начинаем по минуте каждая кашу ты засекаешь время и вовремя меня останавливаешь начинаем с привычного уже классического можно сказать с бензокосы кайман в x50 все с половиной квадратных метров в минуту теперь посмотрим как ролла пойдут ты знаешь мне кажется это очень хорошая машина для прогулок в полях вот когда неохота лезть высокую траву берешь и катишь перед собой найти такую тропинку прекрасно проделывать но скорость у нее естественно гораздо выше чем у бензокосы это чувствуется сейчас измерим в цифрах оценим 27 метров при ширине захвата 60 сантиметров это нам дает 16 с небольшим квадратных метров 16 2 то есть более чем в два раза больше сделала чем бензокоса за то же время 2 и десятых разницы если быть точным берем ролла 390 самый самый страшный комбайн самый большой монстр он идет и все живет по дороге ну кстати остается вообще реально ничего как будто и не было травы если вот это вот для неторопливых прогулок то это для марафонского бега с препятствиями через лес напрямую 65 метров при захвате 0 68 это дает около 45 квадратных метров выкашенного что получается втрое больше чем у ролла 70 и в шесть раз соответственно больше чем у бензокосы ну вот вот это да это производительность это это уже нет не прогуливаться неспешно как 70 ролла практически бежать в припрыжку для такого марафона они прогулок а собран то где где силын по унисо в россии с травой все прекрасно справляется это мы уже выяснили осталось проверить кусты ролла 390 и цеповые косилки косят не только траву они кустарник тоже рубят вот мы сейчас попробую это показать вот молодая беру за березовая поросль в принципе с такой справится и бензокоса естественно бензокоса и и просто скосит а это должна не только скосить но еще и раздробить вот сейчас наедем и посмотрим то это он знаешь она она не бы не измельчилась она исчезла я ее не вижу то есть кусты дробит только так вадима насколько часто вообще приходится косить кусты и какой диаметр максимальная считается эта машина должна брать в целом на самом деле я думаю она справится с диаметром более 5 сантиметров но упирается в то что ножи просто быстрее затупиться а так она спокойно до 5 сантиметров любую мелкую поросль съедает плюс для коммунальщиков то что эти не надо утилизировать древесину даже если ты ее скосил бензокосой у тебя куст валяется его надо куда-то утилизировать что так она его перемолола и он перегревает не его и быстро ну в общем да машина в этом плане конечно очень удобно как и говорилось я для коммунальщиков техника не для личного естественно хозяйства павая косилка но и самоходный измельчить самоходный пожиратель всего все растительности попробуем сейчас еще один эксперимент вот здесь вот береза которая потолще явно больше пяти сантиметров свалим ее бензокосой а потом попробуем разгрызть проживать вот этим вот 390 ролла на всякий случай напоминаю что нижнюю часть защитного кожуха при работе диском надо снимать вот эту вот юбку она нужна только под катушку с леской с ножом она только мешает уж сильно выступает вниз ограничивает минимальную высоту скашивания травы еще и цепляется за все не скошенное она не нужна по при работе диском все пойду я работать береза сама себя не свалит ну такие пеньки это уже не под такую косу конечно это уже более серьезно как видим она вполне справляется и с этой работой существует отдельная категория именно волочных ножей то есть именно для этого предназначен для расчистки именно каких-то скажем так запущенных там большим количеством низкорослых деревьев но я именно об этом и спрашиваешь что для бензокосы задача нормальная диск просто нужен в данной ситуации нужен более серьезный диск конечно а кусты то она рубит прекрасно и этим диском попробую теперь его прожевать дерево было такое но достаточно объемно то есть если бы такие скосить свалить массово а потом вывозить то это затраты серьезные на так сказать логистику и утилизацию и сама суть то что когда у тебя это ладно большое дерево но смог его проживать а когда таких именно более тонкостенных много реально может набраться большая машина который надо заказать вывести потом заплатить так оставить да это сжигать нельзя да как думаешь 70 ролла справиться с такими кустами скорее с одиночными у нее задачи все-таки чуть поскромнее и деревья валить не надо и надо валить им на плотную густую траву куст снесла и муравейник разметала ну да это пожалуй не для серийного выкашивания кустов кучами сразу то есть пакетное скашивание кустов и у нее недостижимо это для 390 задача для этого есть один нужен уже более скан так мощная категория островой справляется прекрасно ну вот сейчас попробуем немножко по-другому сделать то я косил один а теперь попробуем все три машины запустить одновременно и также и посоревноваться и заодно какие-то впечатления от работы оценить это вот так вот галопом по европам некогда даже особо подумать так что нам нужен третий оператор коль третьим будешь приходи со своим ролл а что николай матя вин поработал уже знакомы вам компания юнисо коль тебе косу наверное да и можно даже не заводить но если я вот возьму две бензокосы в руки то получится ролл а 70 но я возьму 6 бензокос в руки то получится ролл а 390 здесь при правильных настройках например да то есть когда ты уже прям совсем не привык ты можешь в принципе управлять машиной можно сказать что одной рукой конечно да то есть прям легко не в не прилагаясь физических усилий то есть выбрав правильно скорость в настроив все всю подвеску вот то есть высоту кошения его на прям сама идет аккуратненько прям все все выметает прям очень удобно вариативность настроек скажем так конечно гораздо меньше там прямо вот регулировка скорости мне очень нравится широкий диапазон и очень плавно и особенно то что она сама поворачивает когда ты до рычаг поджал нужно она пошла туда и сюда удобно я бы сказал то есть под разные задачи бензокоса она универсальная для всего то есть она была более доступная то есть да как бы соответственно можно как бы да и покупать любым организациям то здесь машины как бы предназначена больше для кошения высокой травы непосредственно да то когда у тебя вот ну примерно такая ситуация как у нас сегодня там до жесткая трава бурьянчик небольшой там маленькие веточки то есть да ну и соответственно машина такая которая уже можно сказать что прям для расчистки территорий ну как вы говорили начали узкая специализация но более высокая производитель более высокая производить мы теперь знаем в цифрах насколько она выше в 6 раз и в 2 раза но надеемся было полезно и теперь есть информация для размышления и понимание того как вообще делать выбор под разные задачи спасибо за внимание подписывайтесь на канал впереди много интересного пока